Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як Он взяться в великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня вторник, 12 февраля, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания апостола Павла к евреям, 13 глава, стихи с 7 по 16. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не явствами, от которых не получил и пользы занимающиеся ими. Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии, так как тела животных, которые в кровь для отчищения греха вносятся первосвященникам в освятилище, сжигаются вне стана. То и Иисус, дабы осветить людей кровью Своею, пострадал вне врат. И так выйдем к Нему за стан, нося Его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. И так будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня день трех святителей, когда Церковь прославляет трех великих каппадокийцев, Григория Богослова, Иоанна Златоуста и Василия Великого. И в этот день логично, что за богослужением читается особое зачало, которое читается всегда в День памяти святителей. Послание к евреям, 13 глава. «Поминайте наставников ваших». И действительно, сегодня как раз-таки тот день, когда мы поминаем одних из самых достойнейших из наших наставников. Кто такой наставник? Наставник — это учитель, но учитель, который не просто дает нам теоретические знания, но который и своей жизнью, своим примером, своим императивом, то есть своим повелением наставляет нас на пути истинной жизни, жизни духовной и жизни, которая ведет нас ко Христу. И такими действительно были святители Василий, и святитель Иоанн, и святитель Григорий. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Святитель Иоанн Златоус, святитель Василий Великий нам очень близки и нам очень знакомы, потому что литургии, которые они составили, мы служим наиболее часто, и практически это две единственные литургии, которые мы в лоне Русской Православной Церкви служим. Десять литургий в году мы служим Василия Великого, и остальное все время мы служим литургии Иоанна Златоуста. Также есть еще литургия преждеосвященных даров святителя Григория, двоисловую Папу Римского, и практически вот и все. Местами еще служится литургия апостола Иакова. И вот они проповедовали нам Слово Божие. Действительно, они не только проповедовали нам Слово Божие, но они раскрыли нам, как мы должны поклоняться Богу в Троице Славимому, как сочетается природа и ипостась во Христе Иисусе, как взаимодействует внутри Святой Троице ипостаси. Все это было разъяснено нам благодаря именно трудам этих трех святителей. И сегодня, когда мы поминаем их, мы действительно уподобляемся тем христианам, которые должны поминать наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Мы действительно должны подражать их вере, мы должны знать их, потому что в их учении раскрывается вся суть православного миросозерцания, православного богословия и православного мировоззрения. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Действительно, Христос всегда один и тот же, но времена и восприятие мира меняются. И задача богослова, задача проповедника – это всегда теми семиотическими знаками. Семиотика – это наука о знаках, ведь весь мир – это знак, и мы считываем нашей психологической реальностью эти знаки. И вот задача богослова и проповедника, человека церковного, познавши одного истинного, единого Бога, раскрываемого нам в Иисусе Христе благодатью Божией, мы должны уметь сообразно своему времени и понятно для своего времени говорить о таком Боге. В этом заключается и вся сложность богословия, что согласно со временем раскрыть истину о неизменном Боге. «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими». Действительно, учениями различными мы не должны увлекаться, однако мы и не должны отвращаться их знания. Мы должны знать, как мыслят неправославные люди, чтобы отличать плевелы от действительно истинных ростков веры, истинных ростков жизни. Но ни в коем случае мы не должны увлекаться этим. Поэтому здесь для каждого христианина православного стоит важная задача. Это изучать свое церковное наследие, не просто изучать традицию, потому что традиции меняются. Традиции появляются и умирают, а суть остается. И главное за традицией рассмотреть суть и увидеть, что несет в себе традиция. Далее мы читаем. «Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругания, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». Действительно, христиане всегда ищут будущего, и их взоры всегда устремлены вперед, ни в коем случае не назад. Хотя знать прошлое очень важно, но знать прошлое и жить прошлым – это два разных понятия. Поэтому христианин всегда ищет будущего. Он стремится к познанию и к жизни в небесном царстве, который раскрывается нам в пространстве церкви. «Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Действительно, мы должны быть общительны, мы должны быть благотворительны, мы должны учиться не замыкаться внутри себя, но исходить из своей субъективности навстречу объективному миру и нести Ему то, что мы получаем в таинстве церкви, в таинстве литургии, в таинстве исповеди, покаяния. Получаем эту свободу, эту легкость бытия. Не легкость в смысле легкомысленности, а легкость в смысле того, что мы не унываем, мы не отчаиваемся и всегда несем в себе свет. По крайней мере, к этому призывает нас апостол Павел, и к этому призывает нас сегодня церковь. Поминая наставников своих, мы должны твердо стоять в их учении, но мы должны твердо знать это учение, быть действительно православными людьми и не привносить в церковное мировоззрение то, что мы думаем о церкви. Но мы должны знать, что сама, как сама себя церковь определяет и что она сама о себе говорит. Будем, дорогие братья и сестры, верными чадами церкви, будем благотворительны и благоугодны, общительны, и будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем священное описание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як Он взялся великолепие Твое приемы и решенье небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова